Продолжение следует... Добрый вечер в прямом эфире программы «На чистоту» и я, Гульнара Умарова. В недавней статистике, опубликованной на официальном сайте в рейтинге конкурента способности, Западная Казахстанская область уже выбивается в лидеры. Но как это происходит и кто способствует повышению нашего рейтинга? На примере нашего города, сельских округов мы поговорим сегодня с нашим гостем в студии. Это Тимур Ашигалиев, Аким Желаевского сельского округа. Добрый вечер. Добрый вечер. Тимур Кудайбулинович, ну вот все-таки вопросы такие стоят, да, актуальные, но при этом все сельские округа, вот город развивается действительно планомерно, успешно, о чем и говорит вот эта статистика. Какие сейчас самые актуальные вопросы стоят? Ну, я бы хотел сказать, что еще пять лет назад, по Желаеву я хочу сказать, отсутствовали тротуары. На сегодняшний день из местного бюджета при поддержке Акима области, Акима города выделяются средства. На сегодняшний день мы построили более трех тысяч метров тротуара. Планомерно развивается поселок, есть освещение, центральный водопровод, газификация. Благодаря тому, что принято было указом президента о местном самоуправлении, у нас сейчас есть 16 человек из числа жителей, которых выбирали непосредственно жители данного поселка. С ними мы непосредственно решаем все проблемы. В случае, куда девать финансовую часть, с чего начинать, какие проблемы первоочередные, какие можно, как говорится, на следующий год выполнить. То есть общественность вам помогает, да? Непосредственно работаем с местным сообществом, с населением поселка. Вы сказали о президенте, да? Во время майского визита президент провел большое совещание тоже с властями. И он говорил во время этого, что нужно учить людей заниматься бизнесом. Вот предпринимательство именно в Жилаево, насколько оно развито? Есть ли предприниматели, которые активно пользуются поддержкой государства? На данный момент в поселке у нас функционирует 13 торговых точек. Буквально на той неделе мы совместно с городским отделом предпринимательства проводили для них семинар с участием. Были приглашены представители дому, банк второго уровня, где они разъяснили, раздали брошюры о том, какая есть поддержка со стороны государства. Это все было до них доведено. Они проявляют, да, интерес к этому? Интерес есть, да. И по стартапу, и для расширения бизнеса, для пополнения оборотных средств. Все это мы до них доводим. То есть самое главное желание самих жителей заниматься бизнесом. Ну и, конечно же, нельзя не затронуть такой важный вопрос, как движение, вот рейсы автобусов, которые пользуются жители Жилаева. Вот некоторые жители говорят, что 14-й, 38-й, например, да, они медленно ходят, либо не всегда доходят, рано сходят с рейсов. Вот вы с перевозчиками решаете этот вопрос? Да, нас желаю обслуживать два маршрута. Это 38-й и 14-й маршрут. ПАП номер один. На сегодняшний день ПАП номер один по 14-му маршруту планирует до конца ноября поставить более вместимые автобусы. В случае населения осведомлено, в случае нарушения графика, они могут обращаться непосредственно к нам в Акимат или в отдел жилищного хозяйства. Обращения были уже, да? Обращения бывают, да, иногда сходят с маршрутов, иногда по техническим причинам. Но есть когда по техническим причинам их заменяют на другие автобусы. Вопрос, на самом деле, актуальный, потому что впереди зима. Да, мы постоянно держим это под контролем и непосредственно тесно работаем с ПАП номер один, с их диспетчерами. Это каждодневная с утра и до поздней ночи работа наша. Ну и, конечно, чтобы вовремя доходили, чтобы они хорошо ходили автобусы, необходимые дороги качественные. Вот вопрос дорог, строительства, актуальный для любого сельского округа, для любого города. Он для вас актуален тоже? Ну, в Жилаево общая протяженность дорог составляет 9900 метров. С 13-го года, в 14-м году заасфальтировали улицу Шоссейную при прямой поддержке Акима области. В прошлом году при поддержке Акима области, Акима города были выделены средства по улице Трудовой, Агрегатной, Курганной сделали асфальт. А что касается других дорог, то мы с МСУ эти дороги щебинируем. На данный момент осталась одна улица. Я думаю, на следующий год мы эту проблему решим. Это район новостройки. Ну, еще помимо дорог, конечно же, необходимое освещение, да? Освещение тоже будет заменяться? Освещение полностью, желаю, освещено. Мы сейчас планируем с ЖАИК-ЖАРГ начать работу по замене старых фонарей на новые. Это светодиодные. Они более качественные и в плане освещения, и в плане экономии электроэнергии. Действительно, идея хорошая и найдет свое воплощение. Я напомню о том, что телефон прямого эфира 26 90 77. Вы можете присоединиться и задать свои вопросы. Вот касательно телезрителей, да, они еще дополнительно просили узнать, есть ли и возможность такая, чтобы увеличить количество рейсовых автобусов, вот, например, доходящих именно до Жилаева с города, потому что многие работают в городе, передвигаются. Как вы считаете, будет увеличено? Я думаю, если наш перевозчик, как и обещал в ноябре, заменит автобус на более вместимый, то, я думаю, эта проблема решится. Ну и такой вот важный вопрос, который тоже нельзя не сказать, это детские сады, вот, обеспеченность детей. Есть ли детский сад, вот, или он планируется только? На данный момент у нас имеется школа номер 14, при ней имеется мини-центр на 25 детей. Одна из решенных на сегодняшний день вопросов – это строительство детского сада. Но я хотел, пользуясь случаем, пригласить инвесторов, предпринимателей, прийти нам и построить школу. Со стороны государства будет оказана всемирная помощь, поддержка. Место, земля под строительство будущего детского сада выделено. А вот скажите, пожалуйста, если детские сады, говорите, нужны, да, приглашать инвесторов, значит, количество детей предполагает, что необходим детский сад, да? Сколько детей, вот, примерно, населения же? У нас детский сад, земля выделена под строительство детского сада на 140 мест, а как раз это количество детей, я думаю, охватит полностью поселок. И у нас есть ближайшие поселки, я думаю, заполняемся будет. Хорошо, примем первый звонок телезрителей и продолжим нашу беседу. Добрый вечер, говорите. Да, да, слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я живу в поселке Жилаево, и рядом с нашим домом по улице Железнодорожной стоит мусорный портал. Сейчас в округе, в некоторых местах поменяли, новые контейнеры поставили. Я бы хотела узнать, можно ли вместо этого мусорного портала поставить контейнер? Понятно, спасибо. Немножко опередили мой вопрос касательно благоустройства. Мусорный портал на улице Железнодорожной, я как говорил, мы сейчас приобрели 26 новых контейнеров, сейчас их расставляем по поселку. Я думаю, портал мы заменим на новые контейнеры, плюс в будущем планируем поставить площадки, оградить контейнеры. А вот насколько, если продолжить вопрос телезрителей, этот вопрос важен и актуален для Жилаева, потому что вопрос контейнеров, мусора тоже, конечно же, в любом регионе очень важен, в любом округе. Ну, поселок у нас обслуживает фирма, которая выиграла конкурс на санитарную очистку поселка. Пока жалоб на них нет, поселок чистый, но с контейнерами, с площадкой, я думаю, в ближайшем будущем мы вопрос решим. Поселок, вы сказали, чистый, это и ваша забота, и забота жителей тоже, они тоже активно проявляют участие, да? Участвуют в субботниках, не все, но участвуют, да. Ну и насколько, вот как вы сказали в самом начале, жители активны в этом, помогают вот таким, а то интересуются вопросами развития Жилаевой, такие жители активные есть тоже, да? Ну, прежде чем вы ответите, давайте примем еще один телефонный звонок. Добрый вечер, говорите. Я, короче, хочу сказать по таким вопросам. Везде говорят, что наша улица ремонтируется, ремонтируется, а наша жарокая, да, все порой, все в грязи и в воде. Когда-нибудь будет у нас дорога? Лермонтовы сделали, Лермонтовы сделали, а наша вот эта жарокая, все в грязи, все тонет, постоянно вода у нас, постоянно вот эта грязь, мусор. Когда-нибудь будет наша улица чистая или нет? За планируем. Вот у меня тоже такой вопрос. Спасибо большое за вопрос. Касательно дорог, вот то, что мы уже говорили. Касательно дорог я просто не расслышал, какая улица. Лермонтова, по-моему. А, Жарокова. Нет, это к нам не относится. А, видимо, это житель на территории города задал. Ну, тоже, я говорю, актуальный и там, и во всех округах. Ну, и касательно, вот мы продолжим беседу по благоустройству, да. Я спросила не случайно, насколько жители актуальны, потому что, в первую очередь, это зависит, конечно, от нас самих. Если мы будем сами соблюдать, то и благоустройство, разумеется, программа будет активно работать. А вот еще был такой вопрос с местной почтой. Жители просили узнать, будет ли у них почта, либо почтальон будет добираться из города. Как в этом плане? Почту, в связи с нейрентабельностью, когда закрыли, мы пошли на такой шаг, что в месяц один раз во время выдачи пенсии они приезжают и в здание Акимата раздают пенсию. И с каждым годом пенсионеров у нас становится меньше тех, кто получает на руки, потому что многие переходят на карточную систему. А те пенсионеры, кто год-два современный пенсионер, они на карточке. Пока обходятся, да. Примем еще один телефон звонок и продолжим. Добрый вечер, вернее, говорите. Ага, здравствуйте. Я вот, знаете, по вопросу по пляжу в районе карьеры, да, вроде бы хороший пляж, но благоустройство его, то есть побольше зонтиков, там, малый, и горки там и так далее. Вот такое пожелание, может быть, чтобы обратили внимание на это. Хорошо, спасибо. Жилаевские карьеры. Жилаевские карьеры относятся территориально к Терекинскому району. Зеленскую району. Ну, я коллеге передам. А так я бы хотел сказать, что не ссорят, не убирать там, где ссорят. Как раз о чем мы и говорили с вами, да. А так местные жители, наши школьники, мы устраиваем акции, там, чистые берега. В этом наши жители участвуют. То есть активно способствуют. Активно способствуют, да. Естественно, как говорят, чисто там, где не ссорят. Мы будем надеяться, что мы ответили на этот вопрос. И касательно почты, вы сказали, такой необходимости нет. Необходимости нет, да. Понятно. Ну, вот касательно развития, да, Жилаева. У вас, конечно же, остаются все-таки актуальные вопросы. Но об этом мы поговорим после телефонного звонка. Добрый вечер, говорите. Да, да, слушаем. Алло. Да, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Можно задать вопрос? Почему 14 маршрут ходит редко? Через каждые 20 минут. Это, во-первых. А во-вторых, на посту стоим и мимо приезжает. Когда Жилаева выезжает, он уже забитый. А здесь люди стоят на посту, гонят. И это самое, ну, автобус мимо приезжает, не останавливается. Покажет, что я полный. Можно, чтобы почаще автобус ходил? Или же большие, чтобы автобусы были, а гонили отменены. Вот это я хотела узнать. Спасибо. Почему? И все время так. Ни сегодня, ни завтра, а можно сказать каждый день. А завтра морозный будет, как мы будем там стоять? Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Мы об этом уже говорили. Мы об этом говорили, да. Как обещал директор ПАП номер один, в ноябре они будут менять свой автобус на более вместительный автобус. Я думаю, если это все произойдет, тогда этот вопрос отпадет. К нам поступают звонки телезрителей, один за другим, конечно же, они волнуются, интересуются тем, что их вот переживают они за это. Но есть же еще вопрос, который я говорила выше, вопрос благоустройства желаемого. Вот сейчас какие планы стоят прежде всего по благоустройству? По благоустройству, как я уже сказал, мы приобрели новые контейнеры. Мы их сейчас меняем, старые убираем, ставим новые. И у нас в плане облагородить эти места. Поставить ограждение во все места, где у нас стоят контейнеры. И по благоустройству, как я уже сказал, это освещение. Весь поселок у нас освещен, но мы хотим поменять на светодиодные, чтобы было более светлее и экономнее. А если вот немного вернуться к прошлому, вот в минувшем году, все ли задачи были выполнены? Может какие-то перетекли в год текущий, вот такие актуальные задачи? В прошлом году то, что мы планировали, я думаю, мы в этом году исполнили. Мы планировали провести щебинирование. Провели щебинирование двух улиц, это агрегатная, железнодорожная. Те улицы, которые в весенний, осенний период трудно было проехать. Сейчас с этим проблем нет. И вот в этом году мы закончили тротуары по поселку. Это вот, который соединяет непосредственно общественные места. Это школа, центр внешкольной работы и амбулаторию. На следующий год мы планируем уже приступить к строительству тротуара уже по другим улицам. Я думаю, в течение двух-трех лет этот вопрос тоже решится. Несомненно, поступательный, со временем он решится. А вот такой важный для любого Акима, для любого сельского округа вопрос, как кадровый. Вот трудовые ресурсы, трудовые резервы, вот как раньше говорили. Кадров у вас достаточно, либо часть хороших кадров утекла уже непосредственно в город? Непосредственно в коллективе имеете в виду? Нет, вообще в целом кадры Выжилаева. Достаточно ли кадров? Судя по тому, что к нам обращаются, мы находимся непосредственно рядом с промзоной, поэтому к нам часто обращаются предприниматели с просьбой этих людей, кто хочет трудоустроиться. И хотелось бы сказать, что на сегодняшний день работа есть. Работа есть. У нас практически нет безработных. Есть люди, которые просто не хотят работать, а работы достаточно. Ну, раньше безработица была, да? Вот каким путем она была достигнута, вот эта хорошая картина? Ну, кто-то прошел переобучение, кто-то по госпрограммам устраивался. Вы сами знаете, есть программы, когда молодежная практика, другие программы. Вот благодаря этому разъяснение шло совместно с отделом занятости города Уральска. Я думаю, вот это все дало свои плоды. Хорошо. Ну и такой важный вопрос, как бюджет. Все-таки на что-то все это делается, да, благоустройство. Касательно вот четвертого бюджета, например. Расскажите об этом. Достаточно ли? Либо требуется еще вливание? С 2018 года по Казахстану ввели четвертый уровень бюджета. Это когда поселок с населением более двух тысяч человек имеет самостоятельный бюджет. В этом году наш бюджет составил около 76 миллионов. Это туда входит сожжение аппарата, освещение, дорожно-мостовое хозяйство и санитарное состояние поселка. Эти деньги мы распределяем вместе с местным сообществом. А всегда удается распределить? Либо на что-то не хватает и приходится просить помощи из области, например? Ну, на сегодняшний день это первый год. Я думаю, мы ощутили то, что сами с местным сообществом это решаем. Справляетесь. Справляемся пока. Ну вот год от года бюджет увеличивается? Либо вы как-то его так грамотно распределяете, что его, можно сказать, хватает? Мы конкурсы проводим сейчас сами. Соответственно, у нас есть экономия по некоторым позициям. Эти сэкономленные деньги, они остаются в поселке в виде выполненных каких-то работ. То есть все, как говорится, полномерно и распределяется, и расходуется тоже. Вот социально-экономическое развитие. Вот в первую очередь мы задали вам вопросы вот именно простых жителей. 14-й, 38-й маршрут, вот детсад, дороги. Это все актуально, конечно. А вот если в глобальном плане, насколько Жилаевский сельский округ вписался в город в свое время, да? И вместе с городом планомерно развивается. Еще стоят какие-то глобальные задачи вот перед вами сейчас? Ну, больших глобальных задач на сегодняшний день, я думаю, нет. Планомерно все решается. Сейчас у нас, я как сказал, есть дороги, освещение. У нас есть предприятие, амбулатория, где у нас 5 врачей работают. Вернее, врачи и 4 медработника. Центр внешкольной работы, который обучает детей, более тысячи детей ходит. Занято 13 школ по городу. Центр внешкольной работы оказывает дополнительное образование в плане учебы, спорта и искусства. И средняя школа номер 14, где у нас заняты педагоги, дети на 360 мест, на сегодняшний день 350 детей там обучаются. И еще хотел бы подчеркнуть тем, что статус Жилаевского сельского округа, наши врачи, учителя и библиотекарь, они получают на 25% больше зарплаты, чем городские. Это как сельская надбавка. И плюс еще один положительный момент, это наши школьники, которые заканчивают 11 класс, имеют возможность поступить по сельской квоте. То есть все преимущества имеются. Да. А насколько вот жители, вы сказали, есть врач, 4 медсестры, да? Все медицинские услуги, они развиты, либо планируется, может, строить какую-то поликлинику, либо амбулаторию. Есть какие-то планы? Есть помещение амбулатории. Оно прекрасное, новое здание, справляется. Затем с договоренностью с руководством второй поликлиники в месяц один раз приезжают врачи узкой специализации, которые принимают наших жителей. С социально-экономическим вопросом мы разобрались. А вот касательно культуры сельского округа, развития, досуговой работы, клуб какой-то, либо досуговой работы, насколько ведется с населением? Вот, как я и говорил, у нас клуб отсутствует, но необходимости как-то такого нет, потому что у нас есть средняя школа номер 14, где спортивные мероприятия проводятся. У нас есть прекрасная спортплощадка, а по ЦВР, как я и говорил, культурные мероприятия можно и там проводить. Там обучают детей, есть группа скрипачей, домбристов, желающих всех обучить. Понятно. А какие сейчас специальности востребованы? Кого из специалистов, каких отраслей вы хотели бы видеть у себя именно в сельском округе? Ну, учитывая потребности наших предприятий, которые находятся на промышленной зоне, требуются технические специальности. Технические специальности. То есть это те же механики, электрики, сантехники. Ну, если бы было какое-то учебное заведение, либо училище, такого нет, да? Учебного. Школа, детсад. Учебное заведение, молодые люди обучаются в городе, да? В городе, да, в городе обучаются. А вот какие еще преимущества есть, если вот кто-то заинтересуется, захочет жить именно в вашем сельском округе? Вот вы говорили, надбавки есть, да? Детям тоже можно поступать, что им какие-то льготы имеются. Давайте еще раз перечислим. Какие вот льготы и какой помощи имеют жители вашего сельского округа? Возможность. Льготы. Ну, льготы имеют учителя, которые получают надбавку сельскую. Учителя, врачи, как я говорил, и ученики, которые заканчивают 11 класс при поступлении в высшие учебные заведения. То есть они имеют и льготы, да, и помощь, и, конечно же, поддержку полную. Какие еще сейчас, вот мы говорили уже, бизнес, дороги, благоустройство, и был такой интересный, можно сказать, вопрос небольшой от жителей касательно катка, да, строительства катка вот перед зимой. Вы его построили, пошли навстречу жителям, но им не пользуются, к сожалению. Тоже такое бывает, да? Когда просят, но сами потом не пользуются. Есть у вас каток? Вы же построили его. Каток мы заливали зимой. В этом году тоже зальем. Пожалуйста, все желающие, кто хочет, пускай дети катаются. Давайте примем еще один телефонный звонок и продолжим. Добрый вечер, говорите. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Вот сейчас мы только приехали с города с работы, и вот как раз вижу по телевизору. Так, можно вот, самое главное, просто у нас транспортный, конечно, потому что очень часто бывает, что его не бывает, только полтора часа ждем его. Потом вот эти времена между ними, интервалы, отстой, когда бывает у них, вот они не едут в это время, как перекусы, они, что там тоже, чтобы урегулировали. Вот, например, третий маршрут ездили, надо его выпускать за месяц-четоннадцать, там, да, они говорят, что у нас обед в обед прям, перерыв идет, отстой. А у нас, что-то, как-то непонятно, через какой-то промежуток отстояются по 40 минут. И получается, вот, одного рейса с ней будет сломаться, получается, мы еще 40 минут ждем, и потом только едем. Пока пора, два часа остаемся, вот прям. Хорошо, спасибо. Да, если клинику вот в город едем, то же самое получается. Когда лечение получаешь, стоишь и обратно едешь, промерзаешь опять, это же процедура, как у нас, по смартфонам. Понятно. И вот на нас, да, улицы, чтобы у нас, как говорится, освещение вроде бы сделать, теперь, получается, тротуар хотя бы сделали бы. Угу. Хорошо. Сделали бы, да, и садик, садик, и спортивную площадку. Хотите бы еще такой вот, такие тренажерные. Давайте по городам вот. Хорошо, спасибо, вопрос понятен, да, вот сразу вся куча вопросов. И дороги, и 14-й опять-таки, о котором мы говорили, и садики. Давайте ответим на вопрос телезрителей. Ну, по 14 маршрута, я как говорил, мы непосредственно, я думаю, завтра встретимся с руководством ЖКХ и с перевозчиком, потому что все вопросы получаются по перевозчикам. По дорогам. Она не назвала, какая улица. Нет. По дорогам... Тоже ведется, мы же говорили, да? Ведутся работы, да. Осталась всего одна дорога, да. Ну, асфальт везде не может быть, а шеминируем мы провели. Осталась одна улица, это я как говорил, в районе новой школы. Если на следующий год мы этот вопрос решим и сделаем, то, я думаю, вопрос дорогу отпадет. Опять-таки, она говорила про садик, да, спрашивала телезрительница наша. Садик в планах есть, да? Садик будет строиться только в рамках государственного частного партнерства. Как я говорил, со стороны государства поддержка будет. Земля выделена под это. Проглашаемые инвесторов. Да, и дополнительный вопрос вот от меня. Вы сказали по программе ГЧП, да? Программа, кстати, хорошая. Она призвана вот решить как раз такие вопросы на местах. А кто-то идет вам навстречу? Вот предприниматели приходили, сами предлагали. Давайте я построю садик, что-то сделаю. Ну, была одна женщина, но она не прошла по каким-то параметрам в банке второго уровня, по ДКБ. Люди приходят и интересуются. То есть предложение есть, да? Предложение есть, да. А еще что-то предлагают местные, вот, уральские предприниматели. Можно я построю там то-то, возведу это, вот, какие-то объекты, магазины. Часто ли к вам обращаются с предложениями? Вот на сегодняшний день предприниматель из Уральска взял земельный участок в аренду и сейчас воздвигает культурное помещение. Он планирует кафе, ну и, по-моему, детские игровые автоматы поставить в этом плане. Ну, еще до конца не определился, но началось строительство идет. То есть есть активные такие? Есть, да. Ну и какой-то вопрос, может, мы не успели охватить, но все-таки, может, что-то еще есть, пожелания от вас жителям? Либо сказать им, чтобы они обратили внимание на какой-то вопрос, который без них не решить. Можете напрямую к жителям обратиться тоже? Ну, я хотел бы обратиться к жителям поселка Жилаево, поблагодарить их за то, что, как они относятся к поселку, все-таки содержат в чистоте. И если есть актуальные вопросы, непосредственно можете обращаться к нам в Акимат. Все эти вопросы мы совместно будем решать. Они часто обращаются? По какому больше поводу? В основном жалобы на автобусы. Мы, Акимат, находится возле остановка, конечная остановка находится возле Акимата, и мы непосредственно вот это вот все видим и контролируем. То есть в первую очередь они, конечно, по дорогам обращаются, по 14-м, 38-му тоже. Еще хотел бы сказать, по любым вопросам можете к нам обращаться, мы все разъясним. Если мы не решим этот вопрос, мы дадим по другим вопросам разъяснение, направление, куда обращаться. Пожалуйста. Ну вот сельский округ, мы недаром сказали, да, хоть он имеет близость к городу, но всего 2300 жителей, да, вы сказали, населения до этого. Они все у вас не под контролем, а, скажем так, на учете, вот я имею в виду. Кому-то нужна помощь, поддержка, кто-то сам стремится вас поддерживать. Какая-то связь, вот налажена обратная с жителем? Обратная связь налажена, поселок небольшой, компактный, все друг друга знают. Я, как говорил, у нас работает амбулатория, где все стоят на учете. У нас есть полицейский участок, опорный пункт, два участковых инспектора. По поселку у нас 12 камер видеонаблюдения в этом плане. Криминогенная обстановка стабильная. Давайте примем телефонный звонок и снова продолжим. Добрый вечер, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вас можно сделать в аренду получить в горе карьеры для частных нужд? Угу. Принимательно. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Карьер находится на территории Зеленского округа, Зеленского района, прошу прощения. Поэтому вам надо, наверное, будет обратиться в Зеленский район на Акимат. Она не на территории города, Зеленский район. Жители, видимо, думают, что если жилаевский карьер, значит, относится непосредственно к вам. Ну, я надеюсь, вы передадите своим коллегам то, что вот просят тоже, и облагородить хотят, и предприниматели участвовать активно в этом. Ну, всю консультацию они могут, я думаю, получить у Акима Трюкинского сельского округа. Трюкинского сельского округа. Ага, хорошо. Будем надеяться, что мы были услышаны сегодня, что жители нашли ответы на свои актуальные вопросы. Спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. Уделили нам время. Спасибо. Спасибо. Я напомню о том, что это была программа «На чистоту». У нас в гостях был Аким Жилаевского сельского округа. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова